Джинсы это одна из самых базовых вещей, которые все регулярно носят. И казалось бы, что может быть проще, чем просто надеть классные джинсы и наслаждаться своим видом? Однако чаще всего они как раз все портят, выбраны неразумно. И об этих секретах выбора джинсов я расскажу сегодня. Самая главная ошибка в подборе джинсов состоит в том, что девушки не подбирают их правильно по размеру. Либо проблема в том, что они плохо облегают твою фигуру, например, они в слишком большом размере, и поэтому, когда ты садишься, часть джинсов от тебя отстает. Такое, кстати, часто бывает у девушек, когда у них большая разница между талией и бедрами. Что джинсы хорошо, например, сидят в бедрах, но в талии совсем не сидят. Либо еще одна проблема, когда, наоборот, мы впихиваемся в самые узкие джинсы, они акцентируют все недостатки, потому что они сильно впиваются в кожу, и когда ты садишься, из них тоже все выпадает. Следующая ошибка это неправильная посадка. Когда джинсы, например, слишком короткие, и поэтому все выпадает сверху. Это так называемый маффин топ, типа как у маффина вот это вот дополнительное пространство, которое вылезает. Либо еще одна проблема, это когда джинсы неправильно подобраны по высоте, потому что у всех девушек вот это вот расстояние до паховой зоны, оно очень разное. Поэтому что может быть, что, например, у тебя это расстояние длинное, а у джинсов оно короткое, и поэтому все предательски врезается в пах, образуя вот такие вот складки. Более того, в этом не очень удобно сидеть. И в таком случае можно воспользоваться простым лайфхаком. Можно отдать джинсы портной для того, чтобы она углубила тебе линию шва. В таком случае джинсы не будут вот так вот собираться в этой зоне. И сейчас в моду возвращаются нулевые, а вместе с ними тренд на низкие джинсы. Однако такой фасон подходит абсолютно не всем, потому что если у тебя выраженные бедра, то ты в них будешь выглядеть очень полной. Если есть видимый живот, то в таком случае лучше его припрятать с более высокой посадкой, нежели чем открывать все это безобразие открытыми джинсами. Самая универсальная модель джинсов это прямые джинсы, которые подойдут любой фигуре. Высота посадки джинс выбирается исходя из того, хочешь ли ты спрятать зону живота, хочешь ли ты подтянуть эту зону. Поэтому если ты не очень худая, то в таком случае лучше выбрать джинсы на средней, либо на высокой посадке. С точки зрения самого фасона джинс, если у тебя выраженные бедра, то хорошо сбалансировать это помогут джинсы клеш. Джинсы скини, хотя двухтысячные тоже возвращаются, только для очень худых девушек, у кого действительно идеальные ноги. Эта модель подходит не всем. Если у тебя не очень длинные ноги, то в таком случае это можно компенсировать высотой посадки джинсов. В таком случае выбирать джинсы на высокой посадке, которые визуально удлинят твою линию ноги. Также хороший прием, если ты не можешь похвастаться идеальной линией живота, выбирать просто более плотные джинсы, которые держат форму. Сейчас на пике популярности, особенно вареные джинсы, их часто делают из такой плотной джинсы, которая очень хорошо держит форму. Поэтому этим приемом ты тоже можешь воспользоваться. Очень широкие джинсы вряд ли тебе подойдут, если у тебя низкий рост, потому что такой фасон сильно сжирает высоту. Джинсы в байфрэнде не очень хорошо подойдут тебе, если у тебя выраженная разница между талией и бедрами, потому что эти джинсы создают дополнительный объем в зоне бедер, и поэтому будет теряться важное преимущество твоей фигуры. Для того, чтобы джинсы не выглядели банально, рассмотри не только всем привычную синюю джинсу. Также на пике популярности и светлые выбеленные в модели, которые выварены. Также особенно актуальны серые джинсы, также со стрелкой дополнительные, которые удлиняют ноги. Особенно популярны еще черные и белые джинсы, которые тоже выглядят элегантно. Сейчас в тренде сложные оттенки джинсы, то есть это уже не такие просто банальные синие джинсы. Сейчас это либо такой синий с черным сложный оттенок, либо как раз вываренные текстуры, либо такой серый меланж. То есть сам цвет джинсов тоже определяет, в каком году они куплены, и сейчас варианты такие более сложные. Стиль складывается из огромного количества компонентов. И сейчас мы разобрались только с джинсами. Однако еще столько факторов, которые необходимо учесть. Это и правильная посадка, и что сейчас в тренде, и как определиться со своим стилем, и также детали типа украшений или правильного подбора белья. Все это очень важно. И поэтому, если ты хочешь регулярно узнавать эту информацию и оставаться в тренде, не тратя при этом много денег, то подписывайся на мой канал, потому что обо всем этом я рассказываю здесь. С тобой была Алина, эксперт по подбору белья. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И до новых встреч!